Вы, в свою очередь, что можете пожелать екатеринбуржцам, уральцам, до чего там всем россиянам? Ну, счастья и чтобы ничего подобного, более крупных масштабов космического не происходило. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Представляем наш рейтинг заснятого на видеорегистраторы. На первом месте азербайджанская свадьба. Эта свадьба не только пела и плясала, она еще и перевернула представление горожан о правилах дорожного движения. Видео екатеринбуржские водители выложили в сеть в апреле. Свадебный кортеж из семи автомобилей с флагами Азербайджана промчался на красный сигнал светофоры и помчался по встречной полосе на улице Восточной. Скучные свадьбы, даже не постреляли, писали в комментариях под видео. Для кого смешной ролик, для кого доказательная база лихачей отдали под суд. Страшно представить, что позволили бы себе счастливые молодожены, если бы они ехали не на Хонде и не на Ладе Приори, а на танке. Танк, неожиданно появившийся на трассе под Нижним Тагилом, на почетном втором месте в нашей пятерке. Тяжеловес вырулил резко и внезапно. Аварии удалось избежать лишь благодаря хорошей реакции водителя легкового автомобиля. Впрочем, ГИБДД и общественное мнение решили, что ничего удивительного в истории нет. Этот участок трассы всегда пересекают танки, собираемые на Урал вагонзаводе. Здесь идет дорога, по которой бронемашины едут на заводской полигон. На третьем месте автохулиган и фраза, ставшая крылатой. Ты кому сигналишь, дядя? 27 мая в интернете появилось видео, как в пионерском поселке отечественная десятка подрезала автомобиль Хюнде. Из него вышли несколько молодых людей и напали на водителей иномарки. После угроз в адрес водителя они ножом проткнули у Хюнде два колеса и уехали с места происшествия. Видео, снятое на регистратор в одночасье, сделало Ивана Новоселова хулигана антигероем. История получила продолжение в суде. Выяснилось, что автохулиганство не единственный эпизод в деле отчаянного водителя. В настоящее время хулиган находится в СИЗО, и очередное слушание пройдет в январе в Кировском районном суде. Вон адвоката, позови моего, слышишь? На четвертом месте дрожь земли. Так назвали это видео пользователи сети. Гейзер вырвался наружу прямо из-под асфальта на улице Советской. И, мягко говоря, обескуражил водителя. Тойота врезалась в полутораметровый бугор, внезапно возникший на дороге. Позже объяснили, что это не фантастика и не гигантские черви, а причиной стал прорыв трубы. Но в интернете, конечно, на эту тему предлагали более фантастические версии. Не обошлось и без антицерковных шуток про бесов из преисподней. Такие события привлекли внимание пользователей интернета в этом году. А что для вас стало главным событием уходящего года? С таким вопросом Настя Матвиенко обратилась к горожанам. Здравствуйте, я Настя. Сегодня у терки мы подводим итоги года. Уходящий 2013 запомнился горожанам яркими событиями. Но в жизни каждого из нас были свои большие и не очень радости. Сегодня мы будем останавливать обычных прохожих и просить их поделиться своими счастливыми моментами из жизни. День рождения со своими любимыми детьми, с подружками, без мужа. Наконец-то открыл свой спортивный зал и сейчас работаю. Это для меня самое яркое событие. Машину поменял новую, купил. Дом достроил. Встретил настоящую любовь. Сын родился на днях. Для меня это просто наиранное. Найярчайшее событие за всю жизнь. Прошлый Новый год. Там, как вам сказать, отжог очень классно. Там с друзьями сходил в этот клуб. Жена беременная. Все. Самое яркое событие. Я ходила на фестивали в этой осенью и очень рада, что я там побыла. Ждали года два, ездили в Турцию. У меня дочка вышла замуж. Вот живет в Москве, большой привет ей. Самой загадочной и скандальной историей этого года стало таинственное убийство фотомодели Юлии Прокопьевой Лошагиной, супруги известного уральского фотографа Дмитрия Лошагина. Самая счастливая и гармоничная пара Екатеринбурга. Так говорили о супругах. Судите сами. Он талантливый фотограф, знающий толк в женской красоте. Она прирожденная муза. Самая красивая девушка на Урале, по мнению модельных агентств. Казалось бы, никаких мотивов для размолвок. В этой трагедии сплошные догадки и версии. Кто-то уверен, что в смерти модели виновен ее муж, а кто-то считает, что Дмитрия всего лишь подставили. Все факты запутанной истории вспомнила и собрала вместе Вероника Князева. Посмотрим сюжет и поговорим о других загадках уходящего года. Трагические события в семье Лошагиных стали потрясением года для Екатеринбурга. Смерть красавицы модели Юлии Прокопьевой Лошагиной довели светского фотографа ее мужа Дмитрия до следственного изолятора. Юлия Лошагина пропала 23 августа. Первым стал беспокоиться ее брат. Несколько дней Юля не выходила на связь. Потом в лесу под Первоуральском нашли обгоревшее тело. Только с помощью генетической экспертизы удалось выяснить, что это пропавшая фотомодель. Главным подозреваемым по делу стал муж Юлии, фотограф Дмитрий Лошагин. Согласно данным следствия, полученным после анализа телефонных переговоров подозреваемого с привязкой к телефонным базовым станциям, было установлено, что когда наступила смерть потерпевшей, то мужчина находился в том же районе, где в последующем было обнаружено тело погибшей. В том числе с учетом того, что у подозреваемого оказался забронирован билет на самолет, и он мог скрыться от органов следствия. Эта новость взорвала Екатеринбургский бомонд. Равнодушных не было. Одни верили в невиновность Дмитрия, другие удивлялись. Неужели? Неравнодушные до хрипоты оправдывали фотографа на ток-шоу центральных каналов и срочно собирали деньги на случай, если Дмитрия выпустят под залог. Я не буду называть точную сумму, но удалось собрать несколько миллионов рублей. Сами понимаете, что суд и судья может назначить любую сумму, если таковая мера будет применена. Мы не знаем. Поэтому для того, чтобы был такой вариант, чтобы не тратить время, мы просто сделали это заранее. Может быть, он и не понадобится вообще. Человек, которого я, Дмитрия, знаю, в 17 лет я не могу. Он никогда не ругался матом. Ну, как такое может быть? Это неправда. Вообще, человек, у которого эстетика была на самом высшем уровне. Интеллигентный, умный, красивый, богатый. Красивая жена. Однако фотографа не выпустили, а только продлили ему срок содержания под стражей и предъявили обвинение в убийстве жены. По версии следствия, местом совершения преступления является их место жительства на Белинского, 32. То есть тело было после этого доставлено? Оттуда уже был доставлен труп к месту его уничтожения, где он его поджег. Следствие заявляет, что Лошагин путался в показаниях, отказался пройти допрос на детекторе лжи. Кроме того, у него были куплены билеты на самолет. Конечный пункт – Симферополь. Это и стало основанием арестовать Дмитрия Лошагина на два месяца. Однако защита настаивает на непричастности фотографа и уверяет, что все улики косвенные. У меня не было мотива убивать свою любимую землю. Сам следователь прямо, четко сказал о том, что очевидцы убийства не просто-напросто отсутствуют. Как в настоящее время, так и в последующем. Этих документов, подтверждающих причастность, подтверждающих наличие каких бы то ни было очевидцев преступления, их просто-напросто нет. Их нет в материалах, представленных в суд, нет со слов следователя. Параллельно с официальным расследованием свое собственное проводили журналисты. Под громкую историю гибели красавицы фотомодели открывали целые разделы в интернете. Свои маленькие сенсации нашлись и здесь. Например, журналисты отыскали женщину, которая видела живую Юлию Лошагину после того, как под Первоуральском было обнаружено тело погибшей. Говорят, что ее нашли в ночь, да, а я их видела уже на следующий день. Вот, я ее видела часто. Мне показалось, что она немножечко такая, вот, как сказать, уставшая. Уставшая не в лучшей форме, так скажем. Она все время такая была, так сказать, напомаженная, значит, там, каких-то дорогих одежностей. Ну, скромно так, как бы, волосики так, значит, распущенные. Тем не менее, сейчас факт остается фактом. Юлия Лошагина похоронена в Нижнем Тагиле. А ее муж Дмитрий, скорее всего, встретит Новый год в СИЗО. Его вина в гибели супруги не доказана. История убийства фотомодели Юлии Лошагиной, безусловно, стала главной загадкой года. Какие еще загадочные события происходили в Екатеринбурге и около в этом году, в нашем почти мистическом рейтинге? На самом деле, никакой мистики возглавляет рейтинг, найденный Ан-2. Напомним, самолет отправился в свой последний рейс еще в июле 2012-го. На его борту находились командир судна «Хатилка Шапов» и еще 12 человек, в том числе начальники БДД Серова Дмитрий Ушаков. Его искали сотни профессионалов. 13 миллионов рублей ушли на поисковую операцию. А обнаружили обломки кукурузника двое местных жителей – Сергей Скрябин и Александр Кузнецов. Они испытывали в тайге вездеход и отправились присмотреть места для охоты. Дальше специальная экспедиция, опознание останков, извлечение, за которым следила практически вся область и жаркие споры о том, сколько все-таки заплатить родственникам погибших пассажиров. Губернатор обещал по миллиону за каждого погибшего, но общественность бунтовалась. Споры о компенсации с интернет-форумов перешли в залы судебных заседаний. В декабре отец девушки, погибший в авиакатастрофе при крушении самолета Ан-2 под Серовом, выиграл суд о выплате ему пособия на погребение. Правда, получит он не миллион, а всего лишь 5716 рублей. На второй позиции сенсационная находка на перевале Дятлова. В мистической гибели уральских туристов в этом году появились новые подробности. Из очередной экспедиции поисковики привезли котелок. Тот самый, что не смогли найти следователя в 1959 году. И еще пулеметная пуля. Откуда в горах пулемет? Кто и зачем мог стрелять по участникам похода? Активисты поисковых экспедиций считают, что следствие по факту таинственной трагедии должно быть возобновлено. Об этом они заявили в эфире ЕТВ. Место, на котором оно лежало, оно было покрыто лишайником. А лишайник растет, вы знаете, накипный лишайник. Он растет десятки лет. Это вот как раз то, что подтверждает наличие полигона в этом районе. На третьем месте Эмилия Кларк, больше известная как Дайнерис в буре рожденная, которая неожиданно призналась, что уже пару лет не боится гулять по ночному Екатеринбургу. Цитирую. «Я внезапно заметила, что откуда-то появилась уверенность в том, что город безопасен. Никто ко мне не пристанет и не изнасилует. Так здорово». Конец цитаты. Пишет некая Аня с лицом Эмилии Кларк. Пользователи Фейсбук ответили на выдуманную сторонницу с лицом британской звезды целым градом насмешек и пародий. Вскоре в сети появился Олег, 44-х лет, с лицом Шварценеггера в роли Терминатора. И на четвертом месте скандально известный боксер Родион Пастух и сериал «Кто в доме хозяин?», то есть «Кто в мире главный чемпион?». «Пошли поспаррингуемся, поспаррингуемся». Скандал двух боксеров начался больше года назад. По легенде, а оперировать в этой истории можно только легендами, именно тогда Егор Михонцев якобы вызвал пастуха на бой, а потом отказался, заявив, что профессионал и любитель не могут встретиться на одном ринге. Любителем был назван пастух. Кто здесь профессионал, а кто любитель, выясняли не только на словах, но и на ножах. Как у нас сегодня решаются вопросы про боксер? Впрочем, это опять же по легенде. Так или иначе, в следующем году пастух намерен сразиться в честном поединке с Егором Михонцевым. Бой назначен на 29 марта. Уже через несколько месяцев страна вздрогнет. На Россию надвигается реформа местного самоуправления. Руководство крупными городами могут отдать под контроль губернаторов. Одним из событий, вдохновивших федеральный центр на этот шаг, называют выборы в Екатеринбурге. Давайте вспомним, как мы пережили избирательную кампанию 2013 года, которая так заподоражила Кремль. Выборы в Екатеринбурге стали увлекательным политическим событием года. Неожиданный креатив и даже просчеты политтехнологов привлекли внимание в том числе и пассивных горожан. Жемчужиной кампании стала кандидат в мэры Анастасия Бакова. Единственная женщина среди всех кандидатов. Она радовала жителей рекламой о том, что мэр бесправен, очень красиво пела и обещала сделать Екатеринбург ярким городом. Я надеюсь, что Екатеринбург станет первым российским городом, который будет ассоциироваться не с пожилым, унылым чиновником, а с молодой актрисой. Впрочем, и традиционные политтехнологии не заставили себя долго ждать. Одних только кандидатов Бурковых в избирательном бюллетене было трое, что крайне возмутило самого известного из них – Александра Леонидовича. Представители «Справедливой России» сказали, что они наше решение будут обжаловать и будут через суд отменять регистрацию. Причем обоих Бурковых, вот тех, которые не Александра Леонидовича, вот их будут отменять регистрацию. Ну, ради бога, отменят. Впрочем, суд оставил всех клонов Бурковых в списке кандидатов. Повеселить публику успел даже самый серьезный кандидат в мэры Яков Силин. Пиарщики его программы «Столица» в одночасье создали новый интернет-мем, написав отзыв к программе «Столица» от лица Эмилии Кларк, актрисы сериала «Игры престолов». Тут же сеть заполнили фото богачей ланнистеров с демотиваторами. Например, Миша Безработный недавно тоже заметил, что не боится гулять по Екатеринбургу. Реже других в агитках и рекламе встречался кандидат Евгений Ройзман. Однако к его персоне было приковано внимание соперников и власти избирателей. В участковых комиссиях и горизбиркоме день голосования, казалось, был бесконечным. Два основных претендента, Ройзман и Силин, шли, что называется, ноздря в ноздрю. Еще ночью, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, свое заявление сделал глава региона.